У нас был сначала чемпионат Европы в начале лета, перед этим сборы двухнедельные, потом мы месяц, наверное, побыли дома, и вот полтора месяца мы готовились уже прям именно к Олимпийским играм на сборах, дома сначала месяц, потом на сборах месяц, и вот в самом Токио уже такая финишная прямая уже была. А как вам Токио вообще? А я его не видел, если честно, у него окна автобуса, я не особо разглядел его, потому что сейчас такая ситуация в мире, коронавирус, никуда нельзя, мы сидим в пузыре, грубо говоря, не грубо говоря, сидим в пузыре только Олимпийской деревни и Токио видел из окна нашей, так сказать, гостиницы, и вот когда в автобусе едешь на стадион, так что особо не удалось посмотреть. А с другими спортсменами общались? Ну, как бы у меня есть все равно языковой барьер, не очень знаю английский, на очень низком базовом уровне. Все наше сообщение, это я вижу, парень, который выиграл, подошел, сказал, congratulations, поздравляю, и все, все наше общение. Ну, а вот это вот сейчас уже известное фотографирование на пьедестале, вам самому как? Ой, все равно, я сейчас сфотографировались со мной, не сфотографировались, я знаю, что я по центру, я победил, а уж кто захочет, сфотографируется, кто нет, ну, это твои дела. Ну, вы вообще с этим украинцем общались? Да, я с ним общался, вполне, ну, нормально, он просто, так сказать, сознает ситуацию с Олимпийскими играми, он не решил сфотографировать с нами, потому что не хотел, чтобы к нему также задавали лишних вопросов. Так, он, ну, пожелал, сказал, молодец, поздравляю, ну, такое общение тоже на базовом уровне, сказать, со всеми соперниками оно присутствует всегда, пожелать удачи, поздравить после победы, так что, ну, пообщались так, две минуты, можно сказать. Как вас встретили здесь, в городе, как вас встретила администрация? В городе, ну, мы сначала прилетели в аэропорт, там все министерство спорта, люди, девочки какие-то пляшут, хлеб, соль, конечно, что-то очень круто, тем более, это не как в Москве было, когда мы 10 часов летели, уже были уставшие, тут мы бодрствовали, все классно, администрация с третьего поздравила, подарила грамоту и плед. Город никогда ничем нас особым не выделял, так сказать, наши успехи, и сейчас я не особо на что-то рассчитывал, так что, ну, подарили плед, я улыбнулся, сказал, ну, ладно. А, нам еще часы подарили, точно, я забыл, наручные часы нам подарили, и все, поехали домой, родители там, Андрея, все нас красиво встретили, машинку-то организовали, и так все, пришел дома и встретился с друзьями, все это было вот одним днем, Конечно, нас поддерживала администрация в интернете, выставляла наши успехи, перед этим мы встречались в Зуме, но, как сказать, в Зуме все равно это не то, мы посидели, друг другу пожелали удачу и ушли, а нам-то хочется, чтобы нас, ну, как бы видели люди, поддерживали, потому что, вот, сейчас, конечно, интересно, вот, меня в магазинах узнают иногда. Ну, сейчас ты уже знаменитый. Ну, и то не везде, вот, около дома не узнают, в моем доме не узнают, а вот я от друга был, в другом районе, мне в магазине, правда вы, я такой, ну, да. Ну, а как вы вообще становитесь чемпионом этого сегодня? Вы шли к победе, как я понимаю, последние, ну, минимум, 9 лет, да? Да, да, везде информация про 9 лет, это так оно и есть, потому что 9 лет это с Паралимпийских игр в Лондоне и до Паралимпийских игр в Токио. В 16-м году мы также должны были выступать и мы, если говорить обо мне, я был также лидером, да, в те годы и был удостоен награждения президентом почетной грамоты, но вот не сложилось. Как вообще и вот ваши успехи оценила страна, по сути дела, да, там, город, страна, область? Федералы отблагодарили нас, ну, как положено, да, то есть мы уже знали, что вот золото такое-то, сумма это такое-то, это такое-то, а машины нам не дали, поэтому мы задали, набрались с командой смелостью, да, задать это президенту, поэтому президент сказал, без проблем. Что-нибудь придумаем. Пока ждем, может быть, что-то и дадут, да, но честно не знаю, мне кажется, все равно, но чисто мое мнение, да, машины для олимпийцев готовились заранее, все это покупалось заранее, а у нас вот так 100 призеров, найди 100 машин, учитывая мировой кризис, да, там, нехватки полупроводников, просто дефицит автомобилей как таковых, не знаю, мне честно не верят, что нам что-то дадут. Вот, но мы будем приятно удивлены, если все это вот, да, вот получится. Ну, хотя бы в день же мне поговорить. Вот, пока вопросы решаются, мы пока вот так же, как и любой человек, ничего не знаем. Просто вот нам сказали, ждите дальнейшей информации. Для них это тоже, может быть, было шоком, что мы попросили, да, президент был удивлен, а что вам не дают, да, как бы нам не дают. По поводу местного уровня, мы сходили к губернатору, к замгубернатору, и нам дали только игрушки и магнитики. Ну, а город дал грамотку и плед. Вот, как бы, все, что достойно спортсменной города Дзержинска, это грамота и плед. Нам, так, скоровенно говоря, маленько обидно, наверное, за наш город, что вот нас даже на плакатах не повесили перед Токио, да. А сейчас к вам приехали, хвалебные речи, мы вам так и восхищаемся. Ну, маленько это наигранно нам кажется. Что вот если вы реально в нас верили, так вешайте нас в плакаты, потому что во многих регионах были повешены плакаты еще за месяц до Паралимпийских игр. Сегодня здесь, в Дзержинске, хватает той базы, которая существует на Капалактану? Стримик достаточно старый, но я, конечно, понимаю, что сейчас Андрей Куваев делает все, что возможно для того, чтобы как-то эту плаку атрибутировать. Нет, вот в этом плане Андрей Валерьевич большой молодец, да, он как раз тот человек, который как раз из спорта, да, из нас, таких ребят, которые прошли все вот эти сборы, все соревнования. Он понимает, как это вот все обстоит. И то, что вот при его правлении отстроили манеж Дзержинский, построили с нуля, да, потому что мы вспоминаем с тренером, как в 2012 году мы без света, в куртках, когда ты дышишь и у тебя пар идет, приходилось бегать. Но потому что бегать негде, а как-то надо готовиться зимой. И вот мы в таких условиях бегали, когда с фонариком там кмашешь, что вот я начинаю бежать, она затекает. Это что было тогда, даже по сути 8 лет назад, да, и что сейчас. То есть это большого стоит. Вы встречались с президентом, вы там не напомнили? Вот я не встречался с президентом, меня не допустили, к сожалению, к нему в последний момент. А почему? Сказали, что я не прошел по анализам. То есть у нас брали анализом кровь и сказали, что у тебя сомнительный тест, поэтому мы перестрахуемся и президента тебя не допустим. Ну мы задали это вопрос губернатору, и кажется, он на прямой линии ответил, что, ну, все думается, ну, если честно, думается уже 10 лет. Еще когда Дмитрий Кокарев, да, задавал этот вопрос президенту, и он пообещал, и не знаю, с чем все стопорется, уже вроде даже когда-то, я помню, и место определилось, это кажется, вот на Буденного там вот в районе, вот где гаражи, да, где парковка вот между Буденного и Ленкома. Ленкома, но пока что да. Ну, мне кажется, если бы вот его построили, то это прям колоссальный, мне кажется, толчок, что просто вот в одном месте, да, будет сосредоточено так, скажем, много...